всем привет друзья с вами маракаси итак давайте посмотрим бой на патаса у филис это патаса доступна только на европейском сервере пока что на данный момент может быть дальнейшем она появится в мире танков я не знаю точно но сражение весьма любопытное также узнаем некоторые подробности новогоднего наступления к чему стоит готовиться какие ресурсы вам стоит сейчас как можно быстрее заготавливать для того чтобы купить как можно быстрее себе что-нибудь интересное когда это появится потому что сами понимаете всякие аукционы которые появляются обычно самый такой ну не подходящий для танкистов момент когда все уже все потратили это не редкость на новый год и так друзья что же вообще стоит сделать в первую очередь если вы хотите в новогоднем наступлении получить максимум халявы для своего аккаунта и получить общем максимум удовольствия первое что вам нужно сделать это конечно же запастись ресурсами тут нужно в первую очередь серебро золото и свободный опыт а также боны почему именно эти ресурсы ну с помощью них вы сможете быстрее прокачивать технику то есть можете купить все подходящие танки если у вас их нету если все уже и так куплено и уже все доступно то в любом случае вы сможете в дальнейшем в аукционе эти ресурсы потратить к тому же не стоит забывать что боновый магазин в скором времени должен обновиться и должны появиться новые танчики в нем какие именно расскажу в этом видео ну а также не забывайте что уже 2 декабря разработчики дадут награду ветеранам игры заслуженная награда то есть можно будет получить абсолютно бесплатно боны серебро экипаж уникальный танк низкоуровневый и другие ресурсы для этого вам потребуется просто зайти 2 декабря или позже то есть тут не обязательно именно в этот день заходить то есть там целый год у вас будет времени чтобы забрать награду кстати если вы еще до 2 декабря на каких-то своих аккаунтах не забрали старую награду то стоит это сделать не забывайте также писать комментарии так как вы можете выиграть золото просто напишите комментарии укажите свой игровой ник и вы будете участвовать в розыгрыше голды так что крайне рекомендую это сделать и идем к следующей такой вот нашей миссии это конечно же поиграть на сайте вот кит и выиграть золото потому что золото нам пригодится в новогоднем наступлении итак давайте откроем какой-то из кейсов так 1000 золота падает в принципе весьма неплохой пресса давайте посмотрим что еще выпадет так ну давайте наверное выберем третий кейс в за 121 gft китайская потаса упадает замечательно также не забывайте использовать промокод super777 чтобы получить дополнительный бонус при пополнении итак разработчики объявили праздничные контейнеры как будут выглядеть то есть видно что это возможно какой-то может быть сотрудничество союз мультфильм ну в любом случае это что такое мультипликационная на коробках то есть кейсы довольно серьезно поменялись и будет три вида кейсов первый вид это бесплатные кейсы так называемые ящики с мандаринами мандарины это новая такая валюта с помощью нее вы сможете прокачивать аккаунт новогоднюю атмосферу также падают да не премиум аккаунт и другие мелкие ресурсы второй кейс это соответственно платные коробочки также их можно в некоторых случаях получить бесплатно пример из новогоднего календаря и выиграть где-либо соответственно из вот этих вот вторых коробок платных новогодний новогодний контейнер они называются есть шанс выбить прям танки конечно же 1 2 3 категории и также есть небольшой шанс выбить особый контейнер редкий легендарный контейнер из которого есть шанс выбить один из 46 премиум танков восьмого уровня да вы сейчас не ослышались то есть 46 танков представьте себе то есть вы гарантированно из этого кейса со стопроцентной вероятностью выбить и какой-либо прем танк но сам этот легендарный кейс получить естественно довольно таки сложно и при этом есть в этом кейсе особенность что с 95 процентной вероятностью вы получите какой-то обычный прям танк восьмого уровня но также есть пять процентов вероятности что вы получите прям танк особый какой-то мега редкий какой именно точно разработчики не сказали они лишь отметили что могут выпасть такие прям танки как skoda т-56 башнион бураск панк ртбр 75 фл-10 про джета м 35 мод 46 l7 90 тартал мк 1 то есть уже список довольно таки интересные уже легендарный им бы есть так что это весьма даже интересно но насколько высока общая вероятность выбить этот прям танк вернее не прям танка кейс с прям танками вот это конечно вопрос я думаю шанс там будет крайне небольшой ну и напишите в комментариях хотели бы вы открывать общий кейс и будете вы тратиться на это может быть там будете где-то искать ходову будет интересно знать ваше мнение а вот кстати прям танки которые на данный момент известны скорее всего список будет примерно такой а может быть абсолютно такой может быть с некоторыми корректировками на некоторые танки точно я уверен будут в коробках в этом нет сомнений никакого потому что некоторые танки прям вообще годный объект 168 h первый этап таурус сей эй вз 58 кей прототипу 6 т-54 хэви с травака это первый этап то есть чтобы вам уже выбивать танки второго этапа вам сначала нужно все вот эти прям танки первого этапа выбить то есть представьте сколько потребуется открыть кейсов второй этап тут уже танки посерьезней немозис h3 жандарм су-122 в бз-74 1 вот такой вот список танков ну весьма неплохие танчики итак а что же за танки заборны дело в том что есть два танка которые наиболее вероятно будут продаваться за боны либо за другие ресурсы в новогоднее наступление первый из них называется атак 2 танк американский легкий танк 9 уровня у танка 2000 урона среднего но при этом 240 альфы и барабан на 5 снарядов ко всем прочему из параметров стоит отметить очень неплохую максимальную скорость 65 километров в час и 24 назад отличную скорость набора 30 лошадиных сил на тонну и хорошую скорость поворота шасси 47 градусов в секунду кроме того танк обладает очень слабым бронированием корпуса 32 миллиметра но при этом что странно у танка написано что у нее 160 миллиметров во лбу башни то есть это конечно любопытно как это так произошло это по всей башни там 160 миллиметров либо только в какой-либо области то есть от башни можно будет танковать или нет вот это интересно у танка мало очень прочности 1350 всего ну то есть очень уязвимый танк но зато с барабаном перезарядка барабана кстати 28 секунд как-то долго на самом деле при этом время перезарядки между выстрелами 8 секунд вот как-то по орудию не совсем понятно еще и 210 всего пробития не так впечатляющие на самом деле как хотелось бы но тем не менее танк все таки довольно необычный и если он будет продаваться за бон и то на самом деле очень даже хорошо и следующий танк который вероятно будет продаваться за бон и в специальном аукционе и называется танк whiskers mark 3 это премиум танк британии это источка 2115 урона и урон тут 480 выстрела барабана тут нету просто обычная перезарядка ну 480 когда здесь ташки это весьма даже много при пробития правда небольшое тут всего 210 но также хорошая точность 033 и недолгое сведения 230 кроме того из плюсов стоит отметить что у танка неплохая максимальная скорость 50 километров в час 20 назад и уделенная мощность двигателя тоже неплохая в 1948 также танк довольно шустро поворачивается 43 градус секунды брони у него нету почти нету 80 миллиметров во лбу корпуса и башни 30 миллиметров в бортах корпуса 40 миллиметров бортах башни то есть танк довольно уязвимый у него 1350 прочности но у него очень серьезное орудие то есть большой все таки урон с выстрела один из самых больших если не самый большой урон с выстрела среди стэшек и ко всему прочему танк очень подвижных то это что весьма опасный танк и надеемся что все таки появится он в продаже за боны на этом все друзья спасибо что досмотрели до конца желаю вам удачи пока субтитры сделал DimaTorzok